доброе утро друзья сегодня поговорим о психологии а вернее об очень известным ученым психиатре психологи карли густаве юнге основоположники аналитической психологии педагоги человеке который в течение нескольких лет был ближайшим соратником зигмунда фрейда карл густав юнг родился 26 июля 1875 года маленькой швейцарской деревушке семье пастыря реформистской церкви в 1886 году карл поступает в гимназию а через девять лет в базарский университет и хотя первоначально его интересовала антропология и египтология он учась в университете все-таки выбрал естественные науки но затем обратил свой взгляд на медицину решил специализироваться на психиатрии 1900 году янг начал свою первую стажировку университетской психиатрической клинике в тюрихе в 1908 через восемь лет он уже организовал первый международный конгресс по психоанализу в зальцбурге где родилось первое издание целиком посвященное вопросам психоанализа кал густав юнг внес в психологии такие два понят важнейших термина понятия интроверт и экстраверт и он полагал что есть два основных подхода которыми люди пользуются чтобы понять мир он назвал это интроверт и экстраверт однако с другой стороны он утверждал что люди не являются чистыми интровертами либо экстравертами все мы обычно являемся смесью из обоих вариантов но один тип доминирует над другим в своей докторской диссертации карл густав юнг исследовал оккультизм 1902 году юнг опубликовал свою диссертацию она называлась о психологии патологии так называемых оккультных явлений он работал в психиатрической клинике под руководством евгения блейлер который ввел термин шизофрения в своей диссертации юнг проанализировал сеансы 15-летнего медиума которые он посещал юнг написал то что потом назвали святой грааль бессознательным он провел 16 лет сочиняя иллюстрируя свой либерновус новая книга которая теперь известна как красная книга в ней юнг очень глубоко углубляется в свое бессознательное и это приводит к появлению подобия дневника также похожего на мифологическое исследование все что раздражает других может вести к пониманию себя символ всегда заключает в себе больше чем его очевидное и сразу приходящие на ум значение если героизм становится хроническим то наканчивается судорогой а судорога ведет к катастрофе или неврозу или к тому и другому спасибо за ваше внимание желаю вам хорошего дня до свидания друзья